Одна фура в месяц проезжает по российским дорогам до 12 тысяч километров. Чиновники уверены, используя трассы для получения прибыли, многотонные грузовики наносят вред дорожному покрытию. Обязать водителей большегрузов весом более 12 тонн оплачивать проезд по федеральным трассам планировали еще в 2013 году. Но два года ушли на доработку проекта и создание системы оплаты. Уже в воскресенье новые правила вступят в силу. Водители ожидают, что вместе с часом Х начнется неразбериха. Не знаю, какие-то маршрутные эти будут выдавать, как бы ГЛОНАСС или что там, через спутник, по-моему, что там такое, не знаю. Или через интернет, поэтому какие-то маршрутные листы будут, не знаю. Путем простых математических вычислений, стоимость 1 километра 3 рубля 73 копейки умножаем на 12 тысяч километров в месяц, можно подсчитать, что только за проезд грузоперевозчикам придется отдавать более 40 тысяч рублей, а значит цены на перевозимые тоннами товары, в том числе продукты питания, вырастут. Расходы переложат на плечи покупателей. Сам процесс платы за проезд не должен вызывать затруднения. Для удобства водителей создали специальную систему. Чтобы определиться с оплатой, нужно выбрать, один раз большой груз проедет по федеральной трассе или будет делать это постоянно. В первом случае придется приобрести маршрутную карту, а во втором составить договор и получить в центре поддержки проекта специальное устройство – бортовой компьютер с ГЛОНАСС. Он будет фиксировать количество пройденных километров и отправлять данные в базу. Для того, чтобы воспользоваться системой, необходимо зарегистрироваться на сайте и в личном кабинете выбрать способ оплаты – банковской картой или перечислением средств на специальный счет. Возможности оплатить проезд наличными система не предусматривает, а это значит, что всем водителям большегрузов придется обзавестись банковскими картами. Нарушителям правил обещают выписывать штрафы. Собранные с грузовиков деньги будут перечисляться в федеральный бюджет. Таким образом, власти рассчитывают ежегодно пополнять дорожные фонды на 384 миллиарда рублей. Деньги планируется направить на содержание и ремонт трасс, развитие транспортной инфраструктуры. За федеральный счет в Вологодской области уже не первый год реализуют крупные проекты. На трассах Москва-Архангельск и Вологда-Новая Ладога ведут ремонт дорог и строят транспортные развязки. Так, на открытой недавно двухуровневой развязке на Белозерск ремонтные работы будут проводиться и в 2016 году. В следующем году его выделить в отдельный пусковой комплекс, ввести с верхними слоями, с полностью отделочными работами, со всеми знаками, со всей обстановкой дороги. И закончить в следующем году оставшийся участок и запустить в нижних слоях в двух направлениях по две полосы. Сбор денег за проезд по трассам на ремонт дорог – это оправданно, считают чиновники. Дальнобойщики мнения властей не разделяют. Кто-то уже продает свои машины, кто-то намерен высказывать недовольство открыто и устраивать акции протеста. Как покажет себя система и принесет ли она обещанные миллиарды в бюджет – покажет время. Анастасия Хаткова, Дмитрий Махов. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok